Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на мой канал. Ну что ж, поздравляю вас с наступлением календарной зимы и, конечно же, с последним месяцем этого года. Давайте, так сказать, дожмём, добьём этот месяц, этот год, завершим все свои дела, которые нас тяготят, и новые обновлённые, облегчённые, вступим в Новый год с новыми планами, с новыми идеями и так далее и тому подобное. Вот. А сегодня у нас на повестке дня обзор детской одежды. Это уже третий обзор на моём канале детских товаров. Это я рассказываю для тех, кто что-то пропустил, или для тех, кто впервые на моём канале зашёл из любопытства. Есть ещё два обзора с детскими всякими там вещами, кроватками, ванночками, пелёночками и так далее. А сегодня мы, наконец-то, добрались до одежды. Настал тот момент, когда мы знаем полребёнка и вот решили выбрать одежду. Вот. Сегодня покажу, что же мы прикупили. Гардеробчик для нашей Люсиены, Люсички для нашего Люська. Во что будет одеваться наш Люсёк. Вот я что вам сегодня покажу. Так, ну что, оказалось, что по неопытности гардероб для ребёнка не так уж легко выбрать, потому что хочется что-то непрактичное, чтобы вещь поносилась, потому что дети быстро растут. И у меня ещё роды предстоят в такой переходный период, когда корейская весна так резко переходит в корейское лето. И непонятно, надо что-то тёпленькое или уже не надо, потому что летом жара вообще адская тут стоит. Короче, обмозговывали, обмозговывали и решили. Решили и купили. Сейчас покажу, что купили. Итак, во-первых, выбрала вот такой вот практичный комплектик из пяти бодиков с коротким рукавчиком. Хлопковый, из приятного хлопушка. Размер сразу взяли троечку, 3М, не нолик, нулёвочку не брали. Вроде как говорят, не надо, дети типа быстро растут и всё такое. Некоторые говорят, сразу шестёрку брать, чего его брать, эту тройку. Но я подумала, что пусть будет троечка. Почему я так решила? Ну, у нас не предвидится какого-то особо крупного ребёнка. Уже сейчас по многим, в общем-то, таким знаком понятно, что, скорее всего, ребёнок будет некрупный. Ну, и мы в плане вот генетической наследственности не в кого быть особо крупным. Поэтому сразу шестёрку брать, ну, совсем уж будет как тряпка на нём болтаться, зачем. Вот, поэтому взяли троечку, такие беленькие. Ну, беленько это всегда свежо, всегда чистенько и удобно стирать. Потому что мы отказались от пристрятины стирать цветные вещи, там, белые, допустим, цветные, всё вместе. Это так вот так заморочно, да, одни вещи там линяют, то и сё. А это и застирывать не страшно, то есть прям жёсткий застир куском мыла, это не страшно. Белое выдержит, не полиняет и всё вместе можно, значит, бросать и стирать спокойно, а не разделять на белое, цветное. Вот эти заморочки, зачем эти заморочки молодой маме, скажите мне? Конечно, незачем. В общем, такой комплектик пять штук. Ну, летом поносит нормально. Правда, и ещё я миксовала вот всё, что у меня есть друг с другом. И можно будет пододевать вот некоторые ещё вещи вниз тут, то есть бодик пододевать. Я думаю, нормально. Я думаю, хорошо. Как вы думаете? Что вы думаете? Опытные женщины, напишите мне, что вы думаете? Хотя, что я прошу писать, я так люблю потом спорить. Я говорю, нет, вы ничего не понимаете. Всё такое. Так, пять штучек. А теперь два бодика купили с длинным рукавом. Ещё такой, ещё же вы такие мягенькие. А вот такой вот милашный рисуночек. Это тоже хлопушек. Очень всё аккуратненько, приятненько шито. Так, всё миленько, прямиленько. Вот тут вот такая вот с рюшечкой. А девочка сверху. А вот такой вот бодичек. Тоже белый. А рисуночек такой ненавязчивый. Жирафик, слонёнок. Немножечко розовое. Серый, серый с розовеньким. Вот, на белом фоне. Тоже такой плотный, хороший, приятный хлопушек. И второй бодик. Ну вот этот вообще такой красивенький. Прям тоже троечка. Красивенький, розовенький. Если вы посмотрите, тут какая-то выработка в виде полосочек, таких сердечек. Он нежно-нежно розовенький. Прям как такой зефирчик. Мягенький. Не знаю с чего, но тоже, видимо, хлопок с какой-то примесью. Немножко тянется. Нормально он тянется вот тут. Это не синтетика. Хлопок с примесью чего-то, суть по всему. Красивенькая такая текстура. Я думаю, очень будет хорошо сидеть на нашей детонке. Это вот с длинным рукавчиком. Что еще? Еще купили два достаточно дорогих комплекта. Не знаю, окупятся ли они, будут ли носиться, успеем ли поносить. По причинам погоды. Какая будет погода. Как быстро вдарит жара или не вдарит. В общем, два купили комплекта. Со штанишками. Кофточка, штанишки и шапочка. Одинаковые, но в двух цветах. Первый такой вот. Такая вот кофточка. Не знаю, как смотрится в кадре. Цвет. Называется этот цвет скин. Кожа. Цвет кожи. Ну, явно не моей кожи. Смотрите, как сильно отличается. Приятненький, добротненький. Хорошо сшит. И как раз вот в таком комплектике. Сейчас покажу, что еще к нему идет. На улицу можно ходить замечательно. И вот тут еще есть такой, значит, рукав сюрпризом. Он вот так вот выворачивается. И у нас получается такая вот перчаточка. Дети тянут руки в рот. Сминявят. Отдельно мы купили на руки вот эти вот. Как они называются? Не знаю, как они называются. А тут вот рукавчик с таким отворотом предусмотрен. Это очень хорошо, потому что не надо в комплект что-то подбирать. Заморачиваться. Сразу вот есть. Все вот так отворачивается. И вот ручка уже не вылезает отсюда. Ручки с одной стороны и тепло, и с другой стороны вот не грызть. Ну, как грызть? Грызть, конечно. Грызть, слюня. Ведь можно совершенно спокойно. Без каких-либо этих тревог, что что-нибудь там может себе повредить. Или поцарапать себя. Отдельно мы купили рукавички. К нему идут еще вот такие вот штаммики. Штаники вот такие вот. Тоже тот же цвет. Это из одного комплекта. Тоже размер это троечка. Триен. Ну, нормальные такие штанцы. Шито очень добротно, очень качественно. Хорошо тянется. Цена, конечно, на эти комплекты. Это прям какая-то боль. И к нему вот такая вот шапочка. С завязочками. Так, вот на медведе есть такая же шапочка с другого комплекта. Правда, он такой очень головастый у нас. Миша, ты головастый. Я так на него в качестве модели приодела эту шапочку. Думаю, поначалу будет немножко великовата. Но ничего потом. Там и осень не за горами. И осень это поносит. Вы знаете, у меня руки не сжег. Если что, я вот тут вот посмотрела. Уже можно сзади аккуратно подсобрать. И она будет нормальной. Сидеть на голове, не будет велика. Чуть-чуть поносит. А там может еще осень не доносит. Потому что штанишки тоже тянутся хорошо. Вот такой вот поясочек. Очень мне понравились эти комплекты. Ну, дорогущий это пипец, конечно. И второй такой же комплект. Только цвет крем называется. Крем. Кремовый. Тоже вот такая вот кофточка плотненькая. Тоже вот такие рукавчики с отворотиками. И штанцы. Такие вот штанишки. Штанишки. Тоже хорошо потянутся. Надеюсь, поносится. Хотя не знаю, что там будет. За вес. И как мы быстро будем вес набирать. Как быстро мы будем расти. Это непредсказуемо. С какого веса мы стартуем. И так далее. Так. Ну и муж набрал всякой мелочевки. Вот эти вот перчаточки на руки надевать. Чтобы ребенок сам себя как бы не царапал. Не будил. Ну и некоторые говорят еще маме, что им нравится вот это вот слюнявить. Ну пусть слюнявит. Ну в общем, муж мой руководствовался тоже какими-то списками из интернета, которыми делятся мамы, детей, пишут какие вещи необходимы. Ну вот он с этим списком, значит, закупался. Вот такие вот розовенькие, нежно-розовенькие. Они, кстати, вот хорошо идут к вот этой вот, к розовенькому годику. Беленькие такие с цветочком. Желтенькие со звездочками. Кстати, мы заказывали беленькие, но там так жестко отфотошоплено было на сайте. Ну и на ножки. Вот это на ножки. Вот это у нас на ножки. Обувается вот такие вот, как они называются, пинеточки, не пинеточки. Легкие, хлопковые. Как раз на наш сезон, когда мы родимся. Легенькие, хлопковые, тоненькие. Это то, что надо. Вот такие вот цветастенькие. И как вон те перчаточки, желтые тоже такие со звездочками. Тоже легенькие, из мягенького, такого тоненького хлопка. Так, на этом мой обзор пока что заканчивается. Что еще у нас? А, еще хотела показать подушку. Сейчас, подождите. Так, еще вот такая вот специальная детская подушечка для новорожденных. Здесь вверх хлопковый. Вот это углубление для головы. И здесь сеточка. Здесь сеточка. Очень удобная такая хорошая подушечка. Надеюсь, шея не будет болеть, голова не будет болеть, спинка вверх спины не будет болеть. Все будет хорошо. Такая ортопедическая детская подушечка. А, и еще докупили две пеленки. Помните, у нас и так было уже достаточно. Купили две такие плотнущие, добротные пеленки. Для многофункционального, конечно, использования по ситуации. То есть ей можно и накрыть, и накрыть ребенка. Видите, тут край так обработан. Такие толстющие, плотнущие, качественные. Те, которые раньше показывала я вам, они такие тонюсенькие. Можно и накрыть, и постелить куда-то, да сверху ребенка положить. И, например, после душа, после принятия в ванную. Ванную вы видели, какую мы купили, конечно, такая царская ванная. После принятия в ванной можно, значит, обмотаться этой пеленочкой, полежать, не побалдеть, значит, закутаться и все такое. После ванной, после принятия своей личной персональной ванной можно не побалдеть. Очень классный на ощупь, нежнятельно прям. Но они и стоили подороже, чем те, которые мы этого покупали. Те подойдут так для повседневных нужд. А вот эти вот, ну, и накрыть можно там, да, вот летом жарко, если немножко накрыть вместо одеялка. Так-то у нас есть два одеялка, одно теплое, одно среднее. Ну, вот эти вот еще какие-то накрывашечки. В общем, все, на этом мой обзор закончен. Еще есть календарь, я вам его покажу позже, потому что я вообще в нем не разобралась, как он будет работать. И я не видела никакой нужды, никакой потребности в его покупке. Это чисто заморочки моего мужа. Купил, короче, какой-то такой специальный календарь, чтобы отсчитывать вот эти дни после рождения ребенка. В общем, так, потому что там, по-моему, примерно месяц через три после рождения какой-то грандиозный праздник, практически как справление дня рождения, да, потому что корейцы немного по-другому считают возраст. Они уже в утробе матери считают возраст. Значит, он родится... Значит, Люся уже родится девятимесячная, где-то получается месяц через три, там у нее уже типа год, день рождения, все такое. Поэтому так, такая вот ситуация. Я не разобралась, как он функционирует, потом соберу в каком-нибудь видео, просто обычном влоге повседневном вам покажу. Еще у меня есть вот такой маленький комодик. Вы уже видели его, кажется, раньше. Он мелькал в моих предыдущих сюжетах. Покупали ему под детские нужды. Ну, пока там всякая всячина свалена. Просто сейчас вот раскладываю некоторые вещи и пытаюсь прикинуть, сколько это все место займет. Что мне еще надо что-то докупать на первое время. Какое-то место для хранения одежды или не надо. Тут пока подушка лежит, одеяло. Ну, понятно, что подушка тут не будет лежать, она будет уже в кровати лежать. Какие-то пеленки, часть пеленок будет использоваться. Вот эти, кстати, ящички очень удобные будут под эти памперсы. Выложить сюда памперсы в рядочек. Очень удобно, так легко выдвигается. Хоп, и взял. Хоп, и взял. Тут пока лежит моя косметичка. Пакеты валяются от распаковки. И потом сюда поставлю что-то там, что еще нужно. Как мой муж говорит, детский лосьон, влажные салфетки. Ну вот, тут сюда сверху поставлю. Там ящики еще раз, два. Сколько у меня ящиков свободно? Три ящика еще свободно. Там пока лежит кое-какое мое барахлишко. Ну так, чисто я пока положила, чтобы удобно было, чтобы под рукой. А так я сложу потом туда полотенце. И всякую прочую дребедень. Вот. Вот так вот я решила. Очень мне не хочется захламляться. Не хочется вот этого погрязнуть. Вот этом барахле. Не хочу, понимаете? Потому что, ну вы знаете давно, что я минималист. И просто вот тратить потом на это свое время, свои нервы, да? Вместо того, чтобы ребенком заниматься. Вот просто тратить на какую-то сортировку барахла. Вот увязнуть в хламе. Нахрена-ка нужно вообще? Зачем усложнять себе жизнь? Не понимаю. Ну вот единственное, что с мужем у нас в этом плане мы, конечно, расходимся. Ну не знаю. Ну не он же вести будет быть, понимаете? Его дома-то нету целыми днями. Он шесть дней в неделю работает. Что вы думаете вот на этот счет, да? То есть мужчина, насколько активно ему нужно позволять участвовать в выборе всяких вот таких вот вещей. Все-таки не он же занимается там горкой, ведением быта. Не он будет это все там сортировать, стирать, понимаете, раскладывать, убирать. Не он же, правильно? Вот я думаю, что все-таки приоритет в плане выбора за женщиной должен быть в этом отношении. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, поддерживать мой канал. Люблю, целую и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok